Ну а сейчас переходим к теме, которую мы уже проанонсировали чуть ранее. Как на Крестовском острове идет обустройство платных парковок, которые начнут действовать с 1 октября. Анна Смирнова знает все-все детали. Мы говорим ей доброе-доброе утро. Аня, как нас слышишь? Доброе утро, коллеги. Да, слышу прекрасно. Надеюсь, наши зрители тоже слышат нас прекрасно и видят, как вот на Крестовском острове прямо сейчас устанавливают дорожный знак, свидетельствующий о том, что здесь находится зона платной парковки. Прямо сейчас все подробности об этой новости узнаем у Анны Федоренко, первого заместителя директора Центра управления парковками Петербурга. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Ну, какие особенности есть введение платной парковки именно на Крестовском острове? Ну, собственно, на Крестовском острове такая же платная парковка, как во всей исторической части, как и в Центральном, Адмиралтейском районе. Каких-то особенностей не будет. В принципе, дорожная обстановка остается такой же. Надеемся, что пробок и заторов меньше станет и здесь. Сколько появится парковочных мест? Появится порядка полутора тысяч парковочных мест. Из них 160 мест для инвалидов. Будет установлено порядка 100 информационных табличек, где-то порядка 750 дорожных знаков установлено. Мы уже вот сегодня финишируем по дорожным знакам, останутся нам только таблички. И плюс будет еще 20 паркоматов, которые установлены будут на Крестовском острове. У вас вот в руках табличка информационная. Да, я попрошу ее показать. Вот здесь очень важно, что есть вся информация. Да, конечно. Как раз такие информационные таблички вешаются для того, чтобы людям было проще и удобно парковаться. Соответственно, здесь самое главное, наверное, для пользователя, то, что можно по QR-коду отсканировать и увидеть, в принципе, всю информацию, как по способам оплаты, так и какие-то информационные моменты по пользованию. То есть можно абсолютно спокойно, удобно, легко получить всю информацию. Ну, информация – это важный вообще, важный очень аспект, да. На прошлой неделе мы все были свидетельствами того, что был сбой в информационных системах платных парковок. Вот в такой момент всегда жителям важно понимать, куда обратиться за достоверной информацией. Вот что делать, если ты приехал на парковку и никак не можешь оплатить, не получается дозвониться до службы поддержки, вот что делать? Обращаться либо же на официальную страницу ВКонтакте городского центра управления парковками, либо же телеграм-чат нашего центра, где просто, удобно и легко увидеть всю информацию. Обновляется он моментально. И сейчас такое нововведение, удобство для жителей. Если вдруг что-то происходит, какой-то сбой, то вы можете увидеть логотип наших парковок. Он меняет свой цвет на красный. Это означает, что, да, есть какая-то проблема. Соответственно, обратите внимание, тут же будет новость. И как только все восстанавливается, меняется цвет на зеленый. Очень удобно. Ну и в завершение вопрос о парковочных разрешениях, которые доступны для жителей зоны платной парковки. А вот можно ли уже сейчас обращаться за тем, чтобы оформить парковочные разрешения? И если да, то как это сделать? Да, конечно, уже сейчас можно обратиться, потому что Крестовский остров относится к Петроградскому району. Петроградский район у нас введен в действие с 1 июля. И, соответственно, с 1 мая уже люди могли подавать, так же, как и сейчас, заявление на парковочные разрешения. Сделать это достаточно просто. Можно пользоваться либо услугами многофункциональных центров, либо же зайти на сайт государственных муниципальных услуг города Санкт-Петербурга. И достаточно быстро, просто, в любое время отправить заявление плюс необходимые документы. Список небольшой. Это свидетельство о собственности на квартиру, паспорта заявителя, документы на машину СТС, сведения о, если есть какие-то еще, со-собственники, соответственно, согласия со-собственников. И, собственно, небольшой перечень документов вы прикладываете, отправляете, либо, как уже сказал, либо через МФЦ, либо через портал госуслуг, 10 рабочих дней на оказание услуги. Если требуются какие-то запросы дополнительные, потому что каждая ситуация по-разному, то увеличивается срок до 20. Но, в любом случае, за все это время никаких задержек не было, поэтому все в срок получат парковочные удостоверения. Единственное, конечно, не стоит, наверное, идти в последний день, потому что при таком объеме не успеть это все обработать за сутки. Конечно, наши специалисты стараются как можно быстрее все это обработать и выдать людям документ. Но в последний день, конечно, лучше не идти, если вам нужно уже с 1 октября парковаться на территории Крестовского острова. Анна, я вас благодарю, вы подробно ответили на все наши вопросы. Ну, а нашим зрителям, вот показывая, буквально в прямом эфире установили знак платной парковки на Крестовском острове. Друзья, обращайте внимание на них и на синюю разметку, которая свидетельствует о том, что вы находитесь в зоне платной парковки.